привет мои дорогие привет мои хорошие добро пожаловать на мой канал меня зовут аня купер сегодня такой у нас прекрасный солнечный день надеюсь у вас тоже хорошая погода я немножко так как-то сегодня непривычно поставила камеру вот так будет лучше да в общем пока солнышко решила снять вам видео про мою любую любимую косметику хотела снять про любимые ароматы весны ну что-то я тут это расслабилась думала думала то принципе вы знаете мои любимые ароматы весны кто смотрит мои эфиры мы про это постоянно с вами говорим и мне захотелось снять про мою любимую косметику мы с вами разберем две мои косметички вот такие вот однодорожная другая домашняя эти белые косметички не пачкаются плохая идея ну что давайте разберем чем я пользовалась моя любимая косметика в принципе макияж у меня все время вот такой вот я делаю тон румяна так как я хорошо похудела мне принципе контурировать лицо не нужно она мне достаточно само по себе такое уже фактурная да то есть я делала себе скулы делала себе углы сейчас если поеду когда я поеду в москву сделаю себе еще губы вот потому что как-то мне кажется не хватает объема и мне какая-то штука тут скачала на губе так что блин не заживает я уже купила себе вот такую штуку называется бипантен для губ вот ну чуть ничего не помогает ничего не помогает говорят надо чесноком мазать тон лица чем я пользовалась последнее время это наверное будут фавориты весны косметически мне очень 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 нравилась вот эта штука это мне подарила моя подруга из москвы даяна она также мне подарила вот эту тушь про нее попозже короче вот такой вот у меня был бальзам называется мне конечно косметика в таком состоянии но я думаю что ваша косметичках так тоже самое вот такая вот штука это биби вау вау бибибаум от певицы ханы господи халло бьюти вообще не являюсь ее фанаткой но это корейский биби крем который мне в принципе немножко напоминает мой любимый миша который кстати продается на ахер доставлю ссылку вот покупайте по моей ссылочке мне будет приятно и вам будет хорошо если у вас в вашей стране есть ахер работает ахер короче миша мне нравится больше сегодня на лице у меня естественно миша хотя иногда пользуюсь видите он у меня практически там уже половина нет этой упаковки я пользовалась мне нравится spf 50 что мне в нем не нравилось мне нравилось что очень он хотел заявлен как стойкий что 24 часа держится мне показалось что миша лучше миша более густой лучше ложится этот какой-то жидкий но на коже кожа красиво с ним смотрится вот в общем вот такие у два биби крем чека миша вы все знаете он такой более темный более плотный более стойкий хотя здесь spf 23 но вот мне кажется у него покрытие лучше но это тоже хорошо если у вас нет особых проблем на коже как пигментные пятна я не знаю там пост окне какие-то я не знаю там шрамики возможно какие-то там не знаю сосудики вот то что нужно перекрывать то принципе это вам тоже все перекроет в общем такие вот два моих мужской что тоже любимчик да да если я хотела макияж полегче чтобы совсем был такой пол полу полу прозрачный тон ну в общем вот этот вот том ford вот это вот том ford видите у меня тоже уже пол баночки осталось и не за продается ли он еще вот эти с белыми единственная проблема это вот эта штука иногда там застревает это стеклянная палочка она там застревает надо доставать опять ее вставлять в общем руки пачкается я не люблю не люблю когда руки в тональном креме это в общем неприятно мне у меня вот в оттенке 2.7 виллум биби крем миша у меня в оттенке 23 natural beige а вот биби вот этот биби вау байм он по моему в одном оттенке идет нет никакого оттенка не указано в общем вот этот вот том ford мне тоже очень нравится очень его люблю красиво смотрится на лице есть spf 30 вот буду им пользоваться дальше потому что классный цвет подошел хороший вот если иногда я делаю какие-то видео или хочу выйти в прямой эфир или мне нужен какой-то стойкий плотный макияж смотрится то я вот этот вот живанши использую он сейчас кстати еще продается это призма либре я люблю очень призму их пудру от живанши в общем то тональный крем очень классный очень люблю и иногда пользуюсь им так пудра пудра у меня вот такая вот бюджетная буржуа посмотрите это правда фаворит итак вот такой вот фаворит это буржуа пудра halsey mix она до сих пор по продается и в принципе очень популярная вещь тут даже есть зеркальце в этой упаковке представляете надо прикупить еще мне очень нравится еще у меня такая пудра есть от clorans тоже видите тоже заканчивается уже пустая упаковка я не знаю продается она еще или нет она такая видите белая ужас каком-каком состоянии на мне но есть сто лет в обед она тоже очень хорошо она тоже очень хорошо за матирует я люблю когда у меня лицо блестит вот видите сейчас лицо блестит и это красиво я не когда лицо полностью заматирована просто на ну наглухо мне нравится когда немножко есть сияние но у меня так как у меня кожа такая как бы сказать склонная к жирности да то есть и плюс я его очень сильно питаю всегда поэтому у меня лицо всегда вот такой вот лоснящиеся я вам не рекомендую матировать лицо полностью так румяна румяна я иногда пользуюсь если я хочу прям скулы себе сделать я конечно возьму шарлоту тилбери здесь есть и хайлайтер и вот этот вот бронзер и так коралловые румяна это мой мастхэв потому что очень красиво смотрится подходит под моему под мой холодный цветотип видите мне какие-то цвета лавандовые голубые фуксия то есть синий цвет какой-то фиолетовый вот это все холодные оттенки так как этот коралловый цвет мне очень подходит поэтому если вы такого же цвета типа как я темненькая смуглая с такой оливковой кожи да и вам подходит темный оттенок холодные оттенки то выбирайте коралловые румяна это будет вас освежать и помада тоже должна быть обязательно холодная сейчас вам покажу свои любимые помады которыми я пользуюсь вот я люблю нюдовые помады я практически никогда не пользуюсь коричневыми или красными помадами не люблю темная люблю нюд что-то такой бежевенькая розовенькая в общем вы поняли и так есть у меня еще вот такая вот любимая еще была у меня такая любименькая палеточка беру всегда ее в поездке видите она такая она любимая поэтому она такая пошарпанная это джейн ари до мои любимые тени находятся здесь видите там тоже дырочка потому что это красивый вот такой вот коричневый нюдовый оттенок который подчеркивает глубину глаз делает красивый взгляд это натуральный цвет это не какие-то там сине-зеленые тени дурацкие до яркие а именно вот такой вот ну как бы как будто бы видно что шорик видно что макияж красивый но тем не менее он не яркий он не броски но он есть вот я всегда нашу стрелочки я всегда делаю бровки я тушь очень люблю потому что я люблю когда глаза выразительные когда вот сейчас вот такая вот катриц бюджетная называется brush ink очень хорошая она просто как люкс потому что здесь вот такая вот короче это прям настоящая кисточка она стоит всего 5 евро то есть я и пользуюсь уже пару месяцев и она не заканчивается очень хорошая надо взять себе в запас почему потому что она классно рисует стрелки как люкс как том ford отлично у меня недавно спрашивали про хорошую подводку я порекомендовала шоссейда порекомендовала вот эту по моему подводку порекомендовала подводку недавно когда зимой покупала подводку диор это был какой-то кошмар толстый такой фетровый кончик вот этот вода кисточка которая вообще ничего не рисовала ой чушь какая-то бред вот лучше лучше и лучшее что я пробовала за последнее время так что-то мне кажется как-то на немножко это может добавить хайлайтера чуть-чуть чтобы побольше сиять достаточно сияю так ну что кстати любимая кисточка люблю такие небольшие кистюля чтобы все было аккуратненько и так а еще забыла вот такой бронзер тоже люблю его видите тоже с прям самая любимая вам показывает физи физи шанс формула это если я допустим сейчас я пользуюсь автозагаром я в принципе такая щас муренькая да но когда мне не хватает цвета на лице мне хочется быть немножко позагорели то я использую вот этот вот классный баттер бронзер он очень хороший но это хит ютуба когда если вы смотрите если вы смотрите давно youtube то вы знаете да что вот этот был у всех halsey mix и баттер бронзер это было у всех я до сих пор пользуюсь такой косметикой да я не скупаю все подряд вот это моя любовь это тоже катрис посмотрите практически пустая баночка вам видно это вот такой спрей можно хоть и даже на волосы он такой блестящий но вот сейчас увидите как кожа будет сиять я люблю сиять я люблю всякие сиялки вот а здесь вот она такой видите с перламутром видно там ничего не видно короче он такой с блестками и вот сразу такое сияние можно даже себе наключиться набрызгать будет все красиво сиять и на волосы это шейк fix glow то есть это увлажняет дает сияние и фиксирует ваш ваш макияж любимая тушь привезла я ее феврале из москвы и с тех пор пользовалась только есть сначала она была такая очень слишком такая жиденькая но потом она как-то раскрасилась и вот она у меня заканчивается и я буду грустить по ней это артистик валью маскара к кабаре от вивьен собо кабаре премьер бай аида есть такой блогер из дагестана моя девочка никто не видел ее лицо но она сделала свою тушь вот так но на многие многие с многим по моему коллаборирует очень очень такая популярная блогер бьюти блогер и вот кабаре очень хорошая тушь сделана вместе с ней в коллаборации так брови брови у меня два карандаша сейчас любимых у меня мой любимый слик закончился кто смотрел мои бюджетные фавориты там был карандаш для бровей слик вот он был идеально мне подходил по оттенкам лучше чем этот чем этот сенсай и байтери сенсай у меня в оттенке и b01 а байтери меня в оттенке каком-то коричневым не видно уже не видно но хорошие карандашики где-то мне еще шанель есть огрызок карандаша но вот слик мне нравился больше всех закончился если будет возможность я еще приобрету слик а так сенсай и байтери брови брови до брови к сожалению у меня был татуаж и от него остались только остатки поэтому вот это вот серость от татуажа осталось просвечивает поэтому ее нужно закрывать обязательно каким-то карандашом вот или красить так идем с вами дальше вот такая подводочка у меня еще есть от худо бьюти вот она двойная то есть тут вот такая штучка и вот такая вот как карандаш вот немножко неудобно я рисовать стрелки но приноровиться можно приноровиться можно вот карандаш хороший иногда я им рисую внутреннюю часть реснички вот там да есть внутренняя водяная линия роста ресницы там вот я иногда прокрашиваю не всегда но карандаш очень хороший яркий стойкий вот это меня наташечка моя любимая подружка из москвы подарила спасибо ей большое и моя арт виз люкс визаж простите вот давно давненько имени пользовалась но вообще это мои фавориты они меня в косметичке поэтому я их очень люблю они стоят 400 рублей всего поискать вы можете их где-то в интернете или в магазинах наверно это продаются в россии очень хорошая замена люксовым продуктом но я про них видео делала бюджетные фавориты я оставлю ссылку там про них подробно очень классно меня в трех оттенках где-то там еще один есть так вот они у меня их 3 но и они стоят вообще ничего поэтому можно купить все все оттенки которые у них есть приноровиться очень легко вы берете кисточку вы берете кисточку я прям вот так вот с этой штучки набираю и наношу и наношу куда попало вот на нашу кисточкой пальцами вообще ничего не люблю наносить вот а если будете носить спонжем будет очень толстый вы все знаете люблю свою вот эту вот tom ford штучку очень люблю вот эти тени тоже наношу их кистью это такая смотрите здесь вот такой блестки такие вот а это такие кремовые тени сначала наносите кремовые тени можно пальцем можно кисточка потом сверху finishing touch вот это вот это очень классно блестит вообще заблестю вся такой спецэффект очень красиво наташа динона очень удобный формат видите они такие маленькие это правда мои любимки видите видите какие там дырю дырки уже все это значит это тени я люблю очень хорошие тени у меня было их несколько порядочек я то я их раздарила вот остались только вот осталось только вот эта коричневая очень хорошие плотные классные тени вы знаете иногда кажется что одной такой палетки хватит на всю жизнь а вот нет а вот нет так еще один мой любимый тон это сенсай который у меня уже практически пустая но не пустая там треть наверное осталось вот этот любимый мой сенсай круглые банки девчонки это что-то это нечто это настолько хороший тональный крем но в нем нет спф а но почему нет спф а очень красиво смотрится на коже вот но я все-таки люблю что было спф чик вот а так вот я пользовалась им весну это помада числой числой в оттенке 11 это такой красивый ньют помада tom ford в оттенке аута эротик они похожи слой тоже такой розовый нюдик приятный немножко теплит оттенок так помада бербарин по моему уже снятость тирос 277 очень красивый оттенок такой прям добавлю его сюда сегодня на мне по моему снятость мне подружку спрашивала я загуглила не смогла найти нигде этот оттенок очень красиво бербаре помада но они наверное перевыпустили конечно же помада от charlotte tilbury в оттенке их знаменитым пилу толк пилу ток у меня есть и карандаш в этом оттенке и жидкая помада и вот такая основная помада тоже пользуюсь всегда все спрашивают что на губах что на губах еще один консилер консилер от сенсай вот такой вот я иногда пользуюсь он такой широкой кисточкой очень хорошо наносит под глазки косметику у меня он в оттенке альман троечка но у меня вся линейка была все цвета где то есть так для ресничек иногда использую вот эту вот сыворотку xlash у меня ресницы видите не очень короткие не очень густы но когда я использую сыворотку они хотя бы хотя бы их немножко видно помада еще одна бербаре любимая моя это такой тоже красивый темный ньют в оттенке 17 dark rosewood не знаю если еще не в продаже потому что тоже сто лет в обед этой помаде так у меня лежит тут новая манифест тушь вот кто-то мне прислал на рекламу а я даже еще не пробовала манифест тушь удлиняющая кто пробовал расскажите удлиняющая и расширяющая но вот и все вот и все мы с вами все разобрали лежит у меня еще супрастин почему-то эти салфеточки которыми никогда не пользуюсь кисточки всякие щипчики всякая ерунда карандаши какие-то уже ладно карандашами почти не пользуюсь поэтому не буду вам про них рассказывать в общем вот такая вот моя любимая косметика вот чем я пользуюсь каждый день уже в течение наверное полугода я не меняла свои свои предпочтения вот видите что-то смотрю меня столько много тональных средств и мало пудр да надо купить хорошую пудру так ну что вот такое вот видео целую вас обнимаем ваша не купер позвольте мне не писать название продуктов в инфобоксе я думаю так всем все понятно чем я пользовалась как вы считаете вот многие меня ругают за мои стрелки что я их крашу они не нужны они мне не идут но без стрелок у меня вообще глаз нет как будто бы вот за брови меня ругают что брови какие-то не модные стрелки не модные что еще что еще что вы считаете как чтобы вы изменили мои макияж как вы считаете как мне поэкспериментировать я буду читать смотреть и может быть действительно что-то какие-то полезности от вас прочитаю напишите пожалуйста как бы вы изменили мой макияж как вот мне поэкспериментировать мне кажется идеально все знаете коллективный разум он всегда лучше чем как говорится одна голова хорошо а 10 лучше а несколько тысяч лучше правильно правильно целую вас обнимаю ваша аня купер пишите комментарии и если вам нужны вообще такие видео дайте мне знать нужно ли такие разборы косметичек целую обнимаю ваша куперета пока пока